Добрый день! Сегодня мы будем делать типичные летние блюда. Популярно все в Юге Испании, все что южнее Мадрида, исключая Каталунию, это блюдо очень популярно. Называется оно пиперрана. Представляете себя так упрощая салат на основе помидор. Что нам нужно будет для того, чтобы приготовить это блюдо? Нам нужно будет помидоры, три штучки мы будем взять, но в принципе это не принципиально, зависит от того, сколько хватит сделать. Нужен немножко зеленого перца. Нужен будет в данном случае, но тоже зависит от того, сколько помидоров, чеснок. Мы положим одну дольку. Нужно будет вареное яйцо, тоже зависит, сколько количество вы делаете, нам хватит на это, сколько мы делаем хватит одного. И нужен будет тунец. Тунец баночный. И нужна будет соль и оливковое масло. Значит, ну желательно иметь вот такую ступку. Потому что мы будем, начнем с того, что мы порежем сейчас чеснок, насыпем соль и очень сильно его практически надо превратить в пасту, чтобы это было такое совершенно однородное паста. И потом чуть-чуть подмешивая туда, подливая оливковое масло, превратить его в такую очень однородную жидкость. Значит, итак, сейчас мы порежем сюда чеснок, насыпем туда соль и начнем работать. Я смотрю, крупная соль, да? Да, соль нужна крупная. В принципе, можно, конечно, и мелкую, но дело в том, что крупная соль еще делает, помогает рассталось чеснок. Так как она получается как абразив, значит, нам помогает расстолк чеснок. Значит, сейчас мы чеснок как следует растолчем и продолжим. Так, чеснок мы растолкли. Теперь мы порезали чуть-чуть перца зеленого и мы его положим тоже сюда. Не весь, а только чуть-чуть. И тоже его немножко потолкем, чтобы он нам смешал с чесноком и тоже дал нам, скажем так, чуть-чуть своего соль. Вот, а теперь, значит, мы сделаем следующее. Мы почистим яйцо. Яйцо у нас почищено. Мы вырежем, вытащим изнутри желток. Так. И вытащим оттуда желток. И желток мы положим сюда же. А белок оставим. Значит, и теперь мы этот желток растолчем здесь со всем вместе. И потом добавим туда масло и уже сделаем такой соус. Перемешаем все это как следует. Даже чуть-чуть побольше капельку. Чуть-чуть еще прям. Капелюшечку. Это андалузская, значит, да? Да, это андалузская. Это, строго говоря, это папирена хайена. Потому что папирена существует рецептов масса. В том числе существует, значит, вариант, который можно тоже сделать. Примерно то же самое, только добавим туда еще мелко порезанный лук. Можно добавить туда оливки. Но идея это то же самое. Значит, теперь мы помываем помидоры и порежем их достаточно мелко. Так, теперь мы порежем помидоры. Помидоры надо резать, так скажем, средне. Не очень крупно, не очень мелко. Где-то вот такими кусками. Чтоб он был. Значит, сейчас мы все порежем. И потом порежем зеленый перец. Тоже такими кусочками. Ну, помельчим помидоры. Так, значит, мы все порезали. Помидоры, перец чуть-чуть. И белок мы порезали. Ну, сейчас мы это все кладем, значит, в уже посудину, в которую мы все будем смешивать. Мы кладем туда тоже перец. Сейчас мы это все перемешаем. Так, теперь мы сюда кладем яйцо. Так, мы еще его поломаем немножко. И сейчас мы это все перемешаем. Так, значит, теперь мы сюда вывалим все наше, выложим весь наш соус. Как следует. Перемешаем. Тут уже надо перемешать более основательно. Чтобы это все, как свет, распределилось. Так, и сейчас мы сюда положим... Сейчас мы сюда положим тунец. Значит, тунец мы немножко солим масло, потому что, значит, будет очень много. И положим тунец сюда. Солить не надо, да? Потом посолим все вместе. В принципе, соль уже есть, да, в чесноке, но посолим еще чуть-чуть. Так, мы спереди вас, как раз, желательно на маленькие кусочки разбить, то нет, чтобы он тоже распределился. Так. А сюда посолим и чуть-чуть еще. Перемешаем. Чтоб у нас соль ушла вниз. И оставим его, ну, где-то на час в холодильнике, иначе мы, может быть, это может быть есть. В принципе, есть его надо очень холодный, то есть желательно из холодильника. Хотя, в общем, как понимаете, можно начать есть хоть сейчас. Но, скажем так, по законам андалузским, надо его есть из холодильника. Так, ну, у нас прошло полтора часа. Это наша пепперама. Значит, как ее едят? Едят ее ложкой, естественно. Значит, не ложкой, а, как правило, с хлебом. Более того, в андалузе раньше иногда добавляли в эту пеппераму, добавляли крошки хлеба, кусочки хлеба. Значит, едят ее нормально так. Берут ложку, кусок хлеба и... Ммм, прекрасно. Для лета великолепная вещь. Очень советую попробовать. Извините, что я говорю, с полным ротом. Приятного аппетита и пока. Приятного аппетита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok